Вы, наверное, вот заметили, что последнее время в наших форумах все чаще ставятся доклады, и мы на это фиксируем внимание, опухоли и беременность. Это ведь не просто случайность такая, а это вызванная закономерность. И, скорее всего, по следующей причине, во-первых, как сказал сегодня уважаемый Олег Михайлович, что у 5-10% женщин репродуктивного периода фиксирован рак эндометрия. Я думаю, что да, он исходил из цифр, которые официально в документах есть, но я думаю, эти цифры больше, если подключить сюда атипическую гиперплазию эндометрия, который истинный предрак. То цифра, безусловно, больше. Это рост заболеваемости рака эндометрия. Это большое количество излеченных больных молодого возраста и так называемое расширение репродуктивного окна, который сейчас наши с вами коллеги-гинекологи считают, в общем, где-то 42 года даже поздним репродуктивным периодом. И все это обусловливает того, что беременность успевает наступить у женщин, во-первых, вне заболевания рака эндометрия. И что наиболее интересно, у группы молодых пациентов, у которых мы излечили от рака или предрака эндометрия и на каком-то этапе получили беременность, которая или повлекла не сама беременность, или после нее был уже рак эндометрия, повторный рецидив, или она живет, радуется и может рожать еще раз. Таким образом, что мы имеем все в виду под сочетанием рака и беременности? Это наличие беременности во время всей беременности от первого дня до окончания срока и в течение 6 месяцев после завершения родов. Вот это сочетание рака с беременностью. Я должна такой пункт, вот Лев Михайлович, он меня слушает, но его констатировать, хотя он был раньше недопустим, что все локализации гинекологического рака в принципе допускают беременность. Еще много, ну лет 20 назад этого невозможно было допустить, потому что сразу был исключением рак эндометрия. А теперь вы видите, сегодня даже сообщение посвящено именно этому. Редкое сочетание беременности и рака, видно, организм все-таки генетически охраняет женщину. И если уж такое тяжелое заболевание, иногда генетически обусловленное, хранит организм женщину от рака в сочетании с беременностью. Тем не менее, эти не всегда срабатывают, эти механизмы. И видите, сочетание наиболее частое – это рак молочной железы с беременностью, но вот дальше и лимфопрофилативный и так далее. Обратите внимание, яичники, шейка матки. И еще раз хочу зафиксироваться, что нет рака эндометрия здесь. А почему? Потому что это очень редкое сочетание. И оно редко, еще раз говорю, потому что редко, когда рак эндометрия у молодых, то есть, чтобы я не повторяла, с чего я начала сегодня лекцию. Вот здесь сочетание всех этих ситуаций, расширение репродуктивного окна, молодой возраст, излечение от предрака и рака эндометрия, я уже не говорю о рецидивирующих гиперпластических процессах, вот это сочетание позволяет быть. Посмотрите, за 90 лет, как мало работ напечатано, всего 31, 28 зарубежные и гордость, наши два отечественных автора. 28 статьи, только 3, больше одного случая наблюдения. То есть, насколько это уникальный материал. В итоге 38 беременностей описано, 38 пациенток, у которых было совмещение этой рака эндометрия и беременности. 29 пациентов, это данные литературы, на сроки беременности 8-15. Обычно диагностика какая? Прерывание беременности, выскабливание, и случайно в соскобе обнаружена рак эндометрия. И у 9 человек в течение 4-6 месяцев, а может быть и раньше, но до 6 месяцев, после родов, соскоб был выполнен по поводу продолжающихся кровинистых выделений, или на ультразвуке подозрения на плацентарный полипед или так далее, и в соскобе случайно он обнаружен. Как вы знаете, не специфические симптомы по раку эндометрия, поэтому повод для любого вмешательства, в основном, это выделения кровянистые. Значит, я хочу начать наше наблюдение, наше случай с пациентки 24-летнего возраста, она из города Волгограда, у которой по поводу рецидивирующей гиперплазии эндометрия диагноз был, и сделано раздельное диагностическое выскабливание с гистероскопией, и констатирован рак эндометрии, первая стадия была выставлена. Пока она ехала из Волгограда к нам, пока пересматривала стекла с целью начать ей самостоятельную гормонотерапию, у нее констатирована беременность, и в клинику института она прибыла с беременностью 6-7 недель, с нормальным существующим плодом, сердцебиение фиксировано, было предложено прервать эту беременность, женщина категорически была против, и беременность была пролонгирована. Все осуществилось нормально, текла беременность без особенностей, все преждевременные роды на 34-й неделе, все хорошо, живой ребенок, мы ее из Волгограда заполучили через 4 месяца после этой беременности. К сожалению, кино не работает, но показана через 4 месяца гистероскопия, на небольшом участке, вы видите, были на фоне абсолютно интактной слизистой, были полиповидные небольшие образования, и только вот визуализация этих полиповидных образований позволила прицельно сделать выскабливание, и в соскобе из эндометрия, к сожалению, констатировать факт рака эндометрия по строению аналогичного тому, которое было до возникновения беременности. Поэтому этой пациентке была выполнена лапароскопическая эксерпация матки, яичники мы удалили, и в настоящее время она существует без рецидива, под наблюдением нашим находится 25 месяцев. Рак эндометрия у молодых. Но это вообще рак и беременность, все это только, естественно, обсуждается у лиц молодого возраста. Вот эти статистические данные, приведенные в левом углу, они маленькие, я еще раз вам говорю, не включена атипическая гиперплазия, и, к сожалению, наша статистика хочет еще быть лучше, поэтому я уверена, что этих случаев больше значительно рак эндометрия. И 5,3, которые статистически данные даны, они тоже очень маленькие. За 8 лет наблюдений за молодыми пациентками. Почему взяты 8? Тогда, когда уже существует все обязательным исследованием является гистероскопия, обязательным исследованием раздельное выскабливание, иммуногистохимическое исследование, соскоба и так далее. Поэтому взяты, вот чтоб недалеко туда, к Великой Отечественной войне. А вот за последние эти годы, 8 лет, возраст от 18 до 45. Атипическая гиперплазия эндометрия была фиксирована у 156 больных, и у двух пациенток из 156 сочеталось с беременностью. И рак эндометрия 297, рак в сочетании с беременностью у 4 пациенток. Вот эти 4 пациенток, сегодня мы о типической гиперплазии не говорим, вот они представлены. Первая, это та, о которой я сказала. Две вторые, это замершая беременность, выскабливание, диагностика у нее. Самостоятельная гормонотерапия предпринята, излечение, и 24 месяца было без рецидива заболевания. Больная настаивала на проведение морально, не готова была продолжать, так сказать, существование в такой, и мы ее соперировали. При операциях не было рака. Третья пациентка, излечение рака эндометрия, это вот гордость наша, большая группа больных, где мы излечиваем. Я дальше остановлюсь. Самостоятельная гормонотерапия, замершая беременность, выскабливание, раздельная констатация рака. Все это первое А, все это Ж1, естественно. Повторная самостоятельная гормонотерапия, через 8 месяцев беременность, однако прервалась она в 24 недели, сейчас без рецидива 4 месяца, мы разрешим опять беременеть. И вот эта последняя пациентка, 37 лет, о которой я хочу сказать, значит, 37 лет перед ЭКО. У нас появилась большая вот такая, нарастающая по количеству группа больных, которая обследуется у эндокринологов-репродуктологов с целью использования вспомогательных репродуктивных технологий. И, как правило, у них идут при малейшей подозрении на гиперплазию эндометрия, происходят показания к выскабливанию, гистроскопии выскабливания. И вот из этого контингента больных мы тоже имеем больных с начальным формом рака или атипической гиперплазией. В данном случае полипендометрия был, показания было к РДВ сформулировано, осуществлено, на МРТ, естественно, ничего не было. И в гистологии эндометриоидно-адедокарцинома G1. Значит, ей провели гормонотерапия, спираль Мирена с золодексом. Излечение констатировано в ноябре 2013 года. Две попытки подряд ЭКО, вторая успешная, кесарево сечение, двое девочки родились. Папгар хорошо оценены. Однако через 4 месяца после родов нами индуцировано обследование, гистероскопия, опять минимальные изменения на гистероскопии, выскабливание и констатация рецидива заболевания. Лапароскопическая экстерпация с придатками и тазовая лимфоденоктомия без рецидива сейчас 8 месяцев. Данные гистологического исследования абсолютно констатируют, потому что вы можете мне сказать, что я могу говорить все что угодно насчет излечения. Поэтому представлены данные до лечения, до беременности эндометриоидная аденокарцинома, дальше атрофия эндометрия, что свидетельствует об излечении самостоятельной гормонотерапии. И данный рецидив после родов аналогичный тому, который соответствовал до беременности. Таким образом, под нашим наблюдением в институте появилось 4 пациентки, еще 2 пациентки есть в Питере, такие же аналогичные пациентки, мы безусловно их добавим и в следующий раз представим вам больше материал. 2 пациентки, у которых рак эндометрия был диагностирован от 8 до 15 недель беременности в соскобе и 2 пациентки после родов. Поэтому в настоящее время данные к 38 прибавлять те, которые в литературе описаны, добавляется 4 наши и 2 Питера пациентки. Мы попробовали обобщить тут данные, которые, конечно, мало, очень мало, чтобы делать какие-то выводы, но всегда хочется получить что-то и какие-то все-таки предварительные рекомендации дать. И вот для пациенток с сохраненной репродуктивной функцией после консервативного излечения, а именно гормонотерапии атипической и рака, мы сделали такие выводы, что прогрессирование рака эндометрия на фоне беременности маловероятно. Беременность и роды не гарантируют полного излечения. После родов 2 тактики могут быть избраны. Во-первых, обязательно показано раннее обследование, гистероскопия и раздельное выскабливание, не пайпель, а именно выскабливание. Я вам видела, показывала, на каком маленьком участке может быть продолжен рост опухоли, и пайпель может не захватить это образование. И гормональная профилактика до планирования следующей беременности. Или профилактическая гистероктомия с удалением яичников или составлением яичников на удаление маточных труб после реализации репродуктивной функции. Что нам позволило дать вот такие предварительные выводы? Это большой клинический материал, накопленный в институте. Мы используем вот эти вам известные абсолютно средства гормональные для лечения этой патологии гистогены, 17 ОПК проверок, внутриматочный релизинг-система, хорошо известная гинекологам, где концентрация ливонор-гестерела в эндометрии превышает почти в 100 раз ту концентрацию, которая получается при введении прогестерона другими методами, не внутриматочная. И минимальный побочный эффект этой мирены. И агонисты гонодотропин-релизинг системы гормонов. Это за счет обратного выключения функций яичников. Какие препараты мы сейчас используем? Это два вида препарата вообще возможно использовать. Золодекс, у нас значительный опыт в его использовании. И бусерелин-клонг, отечественный препарат. Мы склонны в последнее время изменить от золодекса к бусерелин-клонгу. Почему? Ну, во-первых, вот так же, как Адель Федоровна сказала, и все, мы не можем использовать, и сегодня это же говорил Игорь Викторович, несертифицированные вещи. Да, эффект от золодекса прекрасный, но нет утверждения его для использования вот такой внутриматочной патологии. Биться ничего не получается, работа никакая не происходит. Это должна сделать фирма, зарегистрировать, но пока не получается. А поскольку бусерелин-клонг это смог сделать, его показания гиперпластические процессы, а рак является крайняя степень этого, мы можем его использовать. Посмотрите, пожалуйста, данные эффективности гормональной терапии вот этого большого количества пациенток. Это варианты гормонной терапии, достигнут был самый высокий вариант излечения при Мирене, при атипической гиперплазии, а при раке эндометрии Мирена с агонистами, тут 2 трети золодекса и 1 треть бусерелина. 86, но казалось нам, 86 мало, дайте вот еще, еще больше. Мы добавили проверу вместо золодекса и сразу получили 58,3%. Поэтому средние цифры 77 мы даем. Репродуктивные результаты. Излеченность очень высокая, вы видите цифры 92, 43, 14. И вот мы вставили новую цифру, мы ее впервые использовали при трахелоктомии. Мы стремились к трахелоктомии у больных с начальным инвазивным раком шейки матки и считали, что женщине бог дает возможно забеременеть, выполнив эту операцию. И получили в конечном итоге, что почти, почти 43% отказались потом от запланированной беременности. И поэтому мы ввели показатель теперь, вот при раке эндометрии, планировали, сколько пациентов планировали беременность. Вот 62 планировали, достигли 40. 72 планировали при вот этой комбинации, 45 достигли. И при провере 71, 4, 20 достигли. Посмотрите, есть пункт беременности родов после использования вспомогательных репродуктивных технологий. И без их использования. Пока у нас без использования больше, чем с использованием. Но поскольку за рубежом это является уже почти стандартом, поскольку это штучный товар, вообще фертильная функция после излечения рака эндометрия. Поэтому не тратя время на самостоятельную беременность, если она не наступает, а иногда мы не ждем ее наступления, а чтобы вот это успеть в это репродуктивное окно вставить эту беременность, мы идем сразу на использование вспомогательных репродуктивных технологий. Их много, используем разные. Марина Викторовна, здесь она вот вам все это все расскажет. Работаем мы вместе. Исходы беременности. Всего, видите, 23 атипическая, рак 14. И при использовании агонистов на фоне спирали. Без спирали речь не идет в настоящее время. Вы заметили, это фон, а добавляется при раке или провера, или агонисты гонотерапин-релизингормона. Всего была беременность вот эти цифры. Прерывание беременности было в первом 3 месяце, к сожалению, при атипической и при раке. Внематочная одна была. И вот посмотрите, 18 родов атипическая гиперплазия и рак эндометрия 9. В одном случае всего 11. В настоящее время 4 женщины ходят беременными. Я когда-то показывала вот это все при раке шейки матки. И помню профессор Личеницер, это было уже много лет назад мы шейкой занимаемся. И я обычно в слайде показывала слайд, что столько-то еще ходят беременности женщин. И он ко мне как-то после какой-то лекции подошел и говорит, вы что слайды не меняете? У вас все равно все время кто-то ходит беременным. Но понимаете, вот не гинекологу это не очень понятно, а гинекологам понятно, что жизнь-то движется. Завтра я узнаю, что те, кому мы стремили, что беременность была, она наступила. Поэтому этот пункт не может быть не внесен. Да, может быть прерывание у них, но пока-то они беременны. И в заключение я хотела бы сказать, что вот это сочетание, я уже это говорила, но не боюсь повторить эти слова. Вот наши мы сейчас любим говорить, что наши учителя говорили, что тогда говорили и так далее. Вот слова рак матки и беременность, это был нонсенс. Нонсенс, потому что считалось, что беременность не может наступить в опухоли пораженной матки. И вот теперь вы видите, это есть, все остальные локализации никакого сомнения не вызывали и не вызывают, но теперь рак матки. Значит, но оно крайне редкое, редкое в силу того, что и патология, это вот это сочетание редкое. Значит, существует два клинических варианта течения, это первое, когда в первом, так сказать, мы определяем и в конце беременности. В основном благоприятный онкологический прогноз, ни одна больная не умерла. Патогенетические механизмы сочетания не ясны. Вот не ясны, вот все идет против, а оно есть. И беременность и роды после излечения рака эндометрия безопасны. Поэтому я не призываю к тому, чтобы вы сегодня расслабились и посчитали, что после этой лекции все прекрасно, пускаем на самотек и все. Самое важное решение, это должно быть принято, во-первых, врачом, второй, а врачом не одним, а несколько, и патологоанатом должен присутствовать, потому что его надо просто за шею, рецидив или нет, рак или нет. Нет ли ошибки в интерпретации гистологии, если этот соскоп сочетался с беременностью. То есть очень много всего. И, конечно, женщина, которой надо рассказать все. Но вы знаете, вот при том, при всем этом сочетании, в основном женщина согласна. Желание получить ребенка у пациентки, которая прошла вот этот ужас рака и его излечения, выше нет. Выше этого желания сохранить нет. Поэтому наша с вами задача изучать, предотвращать. Вот сегодня мы слышали, перспективы есть, чем можно предотвратить. Ну а если нет, будем стараться излечить и сохранить. Спасибо.